Телеканал КРТ представляет Все участники сделки, как страны ОПЕК+, так и не входящие в этот картель, придерживаются взятых на себя обязательств. Однако, на самом деле, на нефтяном рынке происходят тектонические сдвиги. Прежде всего, можно сказать, что Саудовская Аравия, несмотря на колоссальные экономические и политические издержки, все же добилась своей цели. Поставила на колени сланцевую отрасль Соединенных Штатов. Так, согласно исследованию Федерального резервного банка Далласа, компаниям в самом дешевом по издержкам сланцевом бассейне Западного Техаса, для выхода на рентабельность нужна среднегодовая цена на нефть на уровне 49 долларов за баррель. При более реальной на сегодня среднегодовой цене в 40 долларов за баррель, в течение года выживание гарантировано не более 15% производителей сланцевой нефти. По сообщению Financial Times 25 мая, в этом году уже 17 производителей сланцевой нефти с общим долгом порядка 14 миллиардов долларов начали процедуру банкротства. До конца текущего года число компаний-банкротов может увеличиться до 73. При этом, по информации The Wall Street Journal, 15 крупнейших в США компаний, которые специализируются на добыче сланцевой нефти, сократили в среднем практически наполовину свои бюджеты на разработку новых месторождений. Что касается Китая, который оказался в ценовой нефтяной войне третьим радующимся, то Пекин последние пару месяцев активно меняет структуру импорта энергоресурсов. Нефть из во многом подконтрольного штата и одновременно политически нестабильного Персидского залива заменяется на российскую, венесуэльскую и малазийскую. При этом Россия в апреле стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, впервые опередив саудитов. Ну а для иллюстрации темы парадоксов санкционного режима отметим, что с середины мая до середины июня американские покупатели законтрактовали российскую нефть в объеме рекордном за последние 8 лет. Впрочем, джентльмены считают, что не все поставки нефти одинаково полезны. Однако иногда и джентльменам преподают уроки свободы торговли. Так, очень важным эпизодом не только мировой энергетики, но и политики, на прошлой неделе стал конвой из пяти иранских танкеров, который должен доставить в Венесуэлу бензин, а также материалы и оборудование для нефтеперерабатывающих заводов. Невзирая на предупреждение Вашингтона о возможности принятия мер в отношении Тегерана за поставку топлива в Боливарианскую республику. Дело в том, что являясь крупной нефтедобывающей страной, Венесуэла экспортирует только сырую нефть, а нефтепродукты и бензин традиционно поступают из Штатов и Европы. При этом более чем 20-летнее пребывание при власти Уга Чавеса и его преемника Николаса не изменило этой ситуации, несмотря на то, что в периоды дорогой нефти у Венесуэлы имелись возможности построить необходимые нефтеперерабатывающие мощности. Теперь же эмбарка со стороны Штатов на поставку нефтепродуктов в Венесуэлу вызвала предсказуемый острый дефицит бензина. И только Тегеран оказал помощь Венесуэле, рискуя очередным обострением с Вашингтоном. Еще 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Ариаса заявлял, что военно-морские силы США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну. А 23 мая постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Манкада в письме в адрес генерального секретаря организации Антонио Гуттериша предупредил о военной угрозе со стороны США иранским танкерам с топливом. Тем не менее, 24 и 26 мая два первых иранских танкера «Фортуна» и «Форест» с топливом для Венесуэлы прибыли в порт назначения. На момент записи программы в Боливарианскую республику прибыл уже третий танкер из Исламской республики. На самом же деле, угроза в том или ином применении американцами силы в отношении иранских танкеров была абсолютно реальной. Различным обсуждавшимся в Вашингтоне сценарием противодействия поставкам иранского топлива в Венесуэлу была посвящена редакционная статья во влиятельнейшем «The Wall Street Journal» «От 20 мая иранский бензин для Мадуро». Танкеры направляются в Каракас, позволят ли США им пройти?» «Сейчас власти США, как писала газета, пытаются найти способ сдерживания поставок иранских нефтепродуктов в Венесуэлу». Санкции могут ввести против экипажей танкеров. Также предлагается конфискация этих танкеров через суд в Соединенных Штатах из-за нарушения американского законодательства. Однако для этого танкеры должны остановиться в каком-либо порту для дозаправки на обратном пути в Иран. Высказывалось предложение, чтобы боевые военно-морские силы США, проводящие якобы антинаркотическую операцию в Карибском море, остановили для осмотра иранские танкеры. Однако представители американских ВМС прозрачно намекнули штатским, чтобы те не фантазировали. Со своей стороны 20 мая министр обороны Ирана Амир Хатами настоятельно посоветовал США не мешать проходу иранских танкеров в Венесуэлу. А посол Ирана в Москве Казем Джалали предупредил США о последствиях перехвата идущих в Венесуэлу иранских танкеров еще жестче. Цитата. «Исламская республика Иран неоднократно демонстрировала, что в отношении вопросов охраны и защиты своих национальных интересов она действует исключительно серьезно и решительно. Любая авантюра и бездумные действия против иранских танкеров и плавсредств в международных водах, несомненно, станут разочарованием для их зачинщиков». Конец цитаты. После прибытия первого танкера в Венесуэлу, посол Ирана в Каракасе Хаджат Салтани многозначительно заявил, цитата, «Решение США не предпринимать никаких актов агрессии против иранских танкеров показывает, что мудрость, предусмотрительность и осторожность все еще существуют в некоторых слоях американского правительства». Конец цитаты. «Мы с вами прекрасно понимаем, что упомянутые мудрость, предусмотрительность и осторожность в отношении Ирана в некоторых слоях американского правительства не столько сохранились, сколько были заботливо взращены ракетным ударом Ирана 8 января сего года под кодовым названием «Мученик Сулеймани» по объектам США и НАТО в Ираке, авиабазе Айн-Аль-Асад на западе страны и аэродромы в северной провинции Эрбиль». Это был ответ Тегерана на убийство главы спецподразделения «Аль-Куц» в составе Иранского корпуса стражи Исламской революции 3 января в Ираке целенаправленным ударом военно-воздушных сил США. Более того, события начала января продолжают отбрасывать свою длинную тень на события не только международной, но и внутри американской политики. Напомню, что 13 февраля нынешнего года за резолюцию, запрещающую президенту Трампу несанкционированно применять силу против Ирана, проголосовал Сенат США, в котором вместе со всеми 47 демократами проявили солидарность 8 республиканцев. Через месяц, 11 марта, сенаторов поддержала Нижняя палата Конгресса, где у демократов большинство после последних промежуточных выборов 2018 года. А 6 мая Дональд Трамп положил свое большое президентское вето на миротворческие усилия Конгресса. Согласно материалам пресс-службы Белого дома, Трамп назвал резолюцию крайне оскорбительной и заявил, что демократы внесли ее в рамках стратегии, направленной на раскол республиканской партии и победу на президентских выборах 3 ноября. По словам Трампа, резолюция основана на неправильном понимании фактов и законодательства, а Соединенные Штаты не применяют силу против Ирана. Операцию же по ликвидации иранского генерала Косема Сулеймани он назвал совершенно законной. Дональд Федорович убежден, что эта резолюция Конгресса могла ограничить его возможности по защите Штатов, их союзников и партнеров. Цитата. У президента должна быть возможность предвидеть следующие шаги противников и предпринимать быстрые и решительные действия в ответ. Конец цитаты. Таким образом, во время танкерного перехода из Ирана в Венесуэлу у Трампа в законодательном плане были вроде бы развязаны руки для основных действий. Однако иранские танкеры пошли, иншаллах, и дошли. Машаллах. Наглядно показав, кто в этом мире Акбар, а кто всего лишь президент США со своим ветом. Впрочем, действие, а точнее без действия Трампа вполне укладывается в заявленное им предвидение следующих шагов противника. В заключение темы хочется обратить внимание на два интересных момента. В Иране с пламенной речью выступил бывший депутат иранского парламента по квоте от еврейской общины «Сиамак Мореседек». «Враг Ирана наш враг. И так же, как в годы священной обороны, так называется в Иране война 1980-88 годов с Ираком, иранские евреи наряду с другими иранцами приняли участие в навязанной войне и пожертвовали значительным числом мучеников ради защиты революции. И вновь евреи готовы противостоять угрозам, направленным против национальных интересов». При этом Мореседек уточнил, что для иранских евреев неважно, кто именно является врагом Ирана – Саддам Хусейн, госсекретарь США Майк Помпео или премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяхо. Для ироничных скептиков уточню, в годы Второй мировой войны посольства Персии в Германии и других странах Оси не только отстояли права персидских евреев, проживавших на этих территориях, но и спасли более полутора тысяч европейских евреев, выдав им персидские паспорта.